Принято считать, что в первом классе дети только знакомятся с азбука и учатся читать по слогам. Но участники мероприятия по подведению итогов 12-го районного конкурса самый читающий класс не только хорошо читают, но и выполняют творческие задания по изученным произведениям. Это безусловно важное мероприятие, потому что привлечение к чтению, привлечение любви к книге, чтобы дети посещали библиотеки и вообще как бы развивали свой такой культурный потенциал. Церемония награждения прошла в театрализованной форме. Герои любимых сказок загадывали детям загадки, играли в игры, топали, хлопали. Одним словом, поддерживали праздничное настроение. Также ребят ждали вокальные и танцевальные номера. Ален, Ален, Каля! Восьмилетняя Алена Аделова, учащаяся в Володарской школе, любит читать и читает много. Интересуется как современной литературой, так и классическими произведениями. Некоторые книги перечитывает по нескольку раз и всегда находит для себя что-то новое. А победила Алена в номинации «Самый читающий ученик». Люблю, много читаю, да, в принципе. Я не ожидала, что у меня такое будет. Если ты много читаешь, то нетрудно. В этот день чествовали творческие и активные классы. Выделили самые читающие общеобразовательные учреждения. Но победителями в номинации «Самый читающий класс» среди первых-вторых классов стали ученики Володарской школы. И чему удивляться, ведь ребята учатся у лучшего педагога Ленинского района 2016 года. В этом году у меня первоклассники. Мы читали произведения, которые были заданы. Готовились, рисовали рисунки, старались, ходили в библиотеку. Но мы не думали, что мы займем первое место, поэтому очень рады. Да, ребята? Да! Конкурс с каждым годом набирает популярность. Если 12 лет назад участие в подобных соревнованиях принимали только несколько человек, то на сегодняшний день более 2,5 тысяч детей со всего района боролись за звание «Самых читающих». Определить победителя класс, который займет то или иное место, это действительно трудно, потому что разрыв между ними был минимален, 1-2 балла. И поскольку большое количество классов, это самая большая проблема, потому что все они стараются, все они работают, все они участвуют так или иначе. Ну вот жюри приходит как-то к единому мнению. Каждый победитель получил по ценному подарку книги, чтобы вновь погрузиться в сказочный мир любимых героев. Финал конкурса по традиции совпал с началом недели детской книги. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.